Всем привет! Сегодня мы будем собирать дошипун из набора сделай сам. Пришел вот такой вот шток. Внутрь я кинул два неодимых магнита, которые шли в комплекте. Здесь такая вот тарапластовая втулочка. Вот такие вот у нас зажимы идут из проволоки. И вот такая гайка и две вот такие вот пластинки. Я их уже начал запрессовывать. Без тисков вы не справитесь. Вот сразу говорю. Этот набор стоит дешевле, чем в собранном виде. Поэтому я решил получить его. Думаю, да что там сейчас соберу. Значит, сейчас вот запрессовываем вот эти две пластиночки и собираем уже на шток. Я боюсь, конечно, смять вот эту вот гаечку, потому что она какая-то такая сырая. Лишний раз всегда поправляю, откручиваю, смотрю, чтобы ничего не согнулось. Ну вот вроде бы все на месте, да? В принципе, судя по фото, которое приложил продавец, должно именно вот так вот выглядеть. Потому что если это не так, я хуже назад, наверное, не выбью. Вот так накручиваем на шток. Здесь будет вставляться шип. Там внутри магнит получается. Штоки я на всякий случай смазал. Теперь нам нужно одновременно вставить вот эти пластиночки и вот эту второпластовую втулочку с этой стороны. Вот так я тоже тиски поставил. И теперь буду вот в эти места давить и вдавливать внутрь этой пластиночки. Вот что у меня в итоге получилось. В принципе, все держится очень крепко, хорошо. Давайте теперь его испытаем. Ни одной рукой неудобно, но вот так вот раз и все, они стоят на месте. Ну, самое главное, со своей задачей справляется. Вот здесь я еще старое колесо, то ее решил зашиповать. Тоже зашипую их. Зашипал полностью одно колесо, 120 шипов. Смотрите, доработал, вкрутил еще снизу два самореза. Почему? Потому что, когда давишь вниз, вот эта обойма, она выпадает. То есть, это недоработка, конечно, конструкторов. Кто так придумал, не знаю. А так, в целом, он вполне рабочий вариант. Вот видите, все четко. Мыльной водой я пшикал, чтобы заходили хорошо. И приноровился. Отличный вариант. Будут вопросы, задавайте в комментариях. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok